На юго-востоке Украины идет реальное выполнение важнейшего пункта минских договоренностей Отвод тяжелых вооружений Представители самопровозглашенных республик заявили Передовую покинули уже десятки единиц военной техники, в том числе установки залпового огня С другой стороны, линии соприкосновения движения пока нет Киев выдвигает различные условия За отводом вооружений в Луганской и Донецкой областях сегодня наблюдали наши корреспонденты Александр Евстигнеев и Иван Прозоров Это второй этап отвода тяжелого вооружения Войсками Луганской народной республики На первом этапе, неделю назад, от линии фронта отводили ствольную артиллерию, то есть пушки и гаубицы Сейчас, как вы можете увидеть, в сторону Луганска, со стороны Дебальцева Отводят артиллерию реактивную, то есть системы залпового огня ГРАД В этой колонне 8 установок Когда от ветра на ходу поднимаются брезентовые чехлы, видно боекомплект на месте Перед тем, как отводить ГРАДы, никаких прощальных залпов не давали На позициях бойцы провели кто месяц, кто два Уставшие, но теперь довольные Сильно устали? Да ну так, подустали Идем домой Надеюсь, домой отпустят хоть на пару дней отдохнуть Все будет нормально Всеми-то знают, что вы едете, или сюрприз? Нет, мы нельзя общаться по телефону, потому что вдруг вычислят Так не общаемся по телефону Не говорим ничего такой информации, чтобы не передавалось Очень соскучился и за внучкой, и за дочкой, и за женой, за всеми Верить на слово, украинская сторона уверяет луганских ополченцев, что тоже отводит артиллерию от линии фронта По крайней мере регулярные вооруженные силы Украины На этом луганском участке отчитывается некий командир с позывным «Ветер» 92-я Харьковская бригада Вот как оценивают его честность в луганском ополчении Неоднократная проверка непосредственно этого командира и других командиров, с которыми я общался Подтвердила то, что между нами есть понимание Между нами есть определение, что такое честь, совесть и что такое слово офицера Но в целом Киев заявляет, массово отводить свои тяжелые вооружения пока не будет Якобы нет условий Ополченцы парируют Мы не ведем боевых действий Несмотря на провокации украинских военных Минувшей ночью вооруженные силы Украины нарушали режим ПИРЕ 6 раз А накануне вечером били по жилым кварталам Донецка и по позициям ДНР Иван Прозоров, мой коллега, работающий в городе, нашел следы этих обстрелов на технике Которую сегодня, даже в таких условиях, донецкие ополченцы все же начали отводить Стволы всех пушек посещены осколками Эти батареи крупнокалиберной артиллерии стояли под Донецком И особенно ожесточенно обстреливали ополченцев последние дни перед началом перемирия И вот сейчас эту технику отводят на расстояние, утвержденное минскими договоренностями Позиции оставили, хотя аэропорт Донецка в последние дни киевские силовики время от времени обстреливали И подавлять огонь ополченцам теперь фактически будет нечем Но в ДНР не стали нарушать график отвода вооружений У нас есть надежда о том, что украинская сторона тоже пойдет по мирному пути Хотя до сегодняшнего дня они нас все время обманывали Как они выполняли договоренности, митли и прочее Поэтому мы надеемся, что они образумятся Две батареи дальнобойной артиллерии, 10 орудий меньшего калибра Вывозят в сторону Амбросиевки Вместе с техникой позиций покидают все ополченцы, которые там находились Фактически в чистом поле, месяцами Домой поеду к семье, сыну к своему, 7 месяцев, сегодня Многие вздохнули с облегчением, другие до сих пор в напряжении Конечно напряжены, вы же видите, город, колонна Сейчас мы являем собой просто хорошую мишень За эти сутки из ДНР и ЛНР отведут более 90 единиц Это артиллерия, реактивные системы залпового огня, самоходные установки Из Донецка, Дебальцево, Горловки, Тельманово Как идет отвод техники, свою оценку сегодня вечером дали российские представители в совместном центре по координации вопросов прекращения огня на востоке Украины Донецкая и ЛНР представили совместный центр графики отвода тяжелого вооружения В соответствии с которыми подразделения ДНР в период с 25 по 27 февраля завершат отвод артиллерийских систем на установленные минскими договоренностями расстояния Вместе с тем представитель вооруженной силы Украины проинформировал совместный центр контроля и координации о том, что отвод техники вооружения начнется только после соблюдения режима тишины в течение двух суток В настоящее время совместный центр контроля и координации фиксирует отвод техники вооружения только на территориях Донецкой и Луганской народных республик Пока за перемещением орудий следили только журналисты Миссии ОБСЕ, как заявили в Минобороны Донецкой республики, предоставили данные о количестве техники и подробный план вывода Но сопровождать орудия в дороге международные наблюдатели не вызвались С тех секторов, откуда будет вооружение выведено, они потом по этим секторам будут ездить и наблюдать, есть там вооружение или нет Вот это их контроль Они будут выводиться, что выдерживает тот километраж, который определён минскими соглашениями Это 50 километров от линии соприкосновения, ещё раз подчёркиваю, на 19 сентября Поэтому после тех изменений, которые произошли, у нас в некоторых участках даже километраж будет намного больше, чем у украинской стороны Но мы на это тоже идём Идут, ожидая встречного шага Пока ополченцы ДНР выводят технику в одностороннем порядке Украина делать этого не спешит Иван Прозоров, Александр Евстигнеев, Дмитрий Белов, Владимир Гриневич, Лариса Никитина, Первый канал, Донецк, Луганск Отвод тяжёлых вооружений с линии фронта в Донбассе обсуждали сегодня и в Париже Это стала главной темой переговоров министров иностранных дел Нормандской четвёрки Все участники отметили, ситуация на Украине сейчас гораздо лучше Было также озвучено обращение ко всем сторонам конфликта Обеспечить полный доступ наблюдателю БСЕ во все районы на востоке Украины Другие подробности встречи в Париже сообщит наш корреспондент Андрей Черкасов Ситуация на востоке Украины по-прежнему крайне неустойчивая С мнением немецкого министра иностранных дел Штанмайера Согласились все участники сегодняшней встречи в Париже Главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии, России и Украины Впервые после долгих минских переговоров лидеров стран Нормандской четвёрки Обсуждают, как на деле выполняются принятые договорённости Отвод тяжёлой техники с линии фронта Соблюдение режима прекращения огня И конечно политическая реформа С учётом интересов жителей восточных районов Украины Всё это темой трёхчасовых закрытых переговоров во французской столице Мы подтвердили необходимость для контактной группы Как можно скорее заняться практическим рассмотрением Других вопросов, упомянутых в минских документах от 12 февраля Прежде всего это политический процесс Подготовка выборов Рассмотрение задач конституционной реформы Но в качестве особого приоритета Мы подчеркнули необходимость Налаживания всё-таки диалога По вопросам восстановления социальных, экономических связей Банковских услуг населению территории Которые сейчас находятся под контролем ополченцев В Донбассе продолжает работать миссия ОБСЕ Но её сил явно не хватает Представители ополченцев раньше не раз заявляли Полномочия наблюдателя необходимо расширить ОБСЕ важно не просто фиксировать факт нарушения договорённости Но и выявлять причину этого Министр иностранных дел стран Нормандской четвёрки Готовы продлить ещё на год И значительно расширить мандат миссии европейских наблюдателей Вся необходимая техническая и финансовая помощь Будет оказана в ближайшее время Министр иностранных дел Франции, Германии, России и Украины Призывают к строгому соблюдению всех положений Минских соглашений Включающихся режим прекращения огня и отвод тяжёлого вооружения Мы призываем к усилению специальной миссии наблюдателя ОБСЕ И расширению её мандата с точки зрения персонала, оборудования и дополнительного финансирования Мы также призываем все стороны обеспечить наблюдателям ОБСЕ доступ на все территории Мы призываем все стороны полностью сотрудничать с ОБСЕ Чтобы позволить этой организации выполнить свой мандат В том числе в части контроля за отводом тяжёлого вооружения Вопрос изменений в мандате специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине В том числе и увеличение числа наблюдателей Будет обсуждаться в ближайшей неделе О возможных поставках летального оружия Киева из европейских стран На чём настаивала украинская сторона Министры не обмолвились ни словом Но отдельные источники, близкие к сегодняшним переговорам в Париже Сообщили, что эта тема всё же обсуждалась И поддержки не нашла Германия и Франция уже не раз выступали против Поставки оружия украинским властям могут иметь непредсказуемые последствия Главы внешнеполитических ведомств стран Нормандской четвёрки Вновь обратились ко всем участникам конфликта Незамедлительно прекратить огонь и строго соблюдать все минские договорённости Контактная группа с участием представителей Киева и народных республик должна работать Ведь от результатов этой работы и будет зависеть продолжение столь непростого дипломатического диалога Андрей Черкасов и Сергей Мухин, Первый канал, Париж И вот на таком фоне немногим более часа назад стало известно, что Лондон отправляет в Киев военнослужащих Об этом заявил Дэвид Кэмерон Британский премьер пояснил, что они будут обеспечивать подготовку украинских коллег Кроме того, он дал понять, что Королевство готово делиться тактическими разведданными зоной конфликта Накануне же в парламенте министр обороны Майкл Феллон говорил, что его ведомство планирует увеличить объём поставок небоевого оборудования и снаряжения Напомню, через несколько дней на Украине начнут работу и американские военные Эту новость озвучил Бен Ходжес, генерал-лейтенант, командующий американскими войсками в Европе К ситуации на Украине мы ещё вернёмся, а сейчас о заседании Президиума Госсовета Владимир Путин обсудил с губернаторами комплекс антикризисных мер Президент заявил, необходимо обеспечить максимальную прозрачность в финансовой сфере, а также адресную социальную поддержку Помощь государства должны получать только те люди, которые в ней реально нуждаются Подробности в репортаже Михаила Кинченко Этот разговор на Президиуме Госсовета стал продолжением предыдущей встречи Владимира Раптина с руководителями регионов в конце января Тогда президент поручил разработать для каждого субъекта федерации антикризисный план, наподобие того, что был принят правительством страны К 16 февраля с программами действий определились во всех регионах Пока экономисты изучают детали, глава государства попросил губернаторов не увлекаться одной лишь тотальной экономией Особенно в том, что касается мер социальной поддержки Механическое сокращение самый простой, но порой недопустимый подход При этом на первый план выходит принцип рачительного, конечно, адресного использования бюджетных средств В том числе, это значит, что эти ресурсы должны направляться на социальную защиту тех граждан, которые действительно нуждаются в нашей поддержке Просил бы сегодня еще раз обсудить эту проблему, чтобы в результате выйти на конкретную работающую модель Мы много раз, много-много раз говорили о нем, бессмысленно размазывать тонким слоем по всему пирогу Нам нужно оказывать помощь тем людям, которым без поддержки государства удивительно тяжело Определить, кому действительно нужна помощь, а кто может обойтись и без нее, в каждом регионе должны самостоятельно Но прежде необходимо обновить критерии социальной поддержки А это невозможно без изменения законов, во многих из которых нет разделения на бедных и богатых Когда у нас сейчас всем подряд оказывается мера соцподдержки, независимо от того, имеешь ли ты миллионный доход в год Или ты живешь на уровне прожиточного минимума, это абсолютно несправедливо И законодательство, к сожалению, не давало нам возможности этого делать И мы сегодня говорили о том, что надо изменить действующие порядки Сделать более точечный подход нуждающимся именно группам населения и так далее Однако одно лишь изменение социальных подходов решает лишь небольшую часть проблем Большинство регионов в этом году все равно будут вынуждены потратить больше, чем заработают Значительная часть денег уйдет на погашение кредитов Многие проекты в промышленности, сельском хозяйстве, дорожном строительстве финансировали коммерческие банки Но платежи по центам сегодня стали непосильными и грозят поставить крест на всех планах развития В прошлом году регионы совокупно выплатили за проценты банкам 120 миллиардов рублей Если сегодня не предпринимать какие-то меры, то регионы заплатят в результате по прогнозу 200 миллиардов рублей Конечно, ну так, скажем, по-человечески жалко тратить деньги в проценты Одним из вариантов решения этой проблемы могла бы стать помощь федерального бюджета Например, погашение части кредитов за счет государственных резервов Но это еще не означает списание долгов Сейчас разрабатываются меры по замещению рыночных заимствований регионам Кредитами из федерального бюджета с одновременным снижением платы за пользование ими И здесь, на нашем заседании, нужно оценить, насколько эффективна процедура выдачи таких кредитов И какие дополнительные меры следует предпринять, чтобы сократить долговую нагрузку бюджетов субъектов Российской Федерации Возвращать долги в федеральный бюджет регионы смогут всего за одну десятую процента в год Новые же кредиты будут брать в коммерческих банках, причем также по льготной ставке Которая в итоге не должна превышать 9% Если учесть, что средняя ставка по стране превышает 22%, это серьезная поддержка И эти финансовые преимущества, отметил президент, необходимо использовать не только на решение текущих задач Губернаторы не должны забывать и о перспективном развитии, причем уже сейчас планировать даже не на годы, а на десятилетия вперед Михаил Лакинченко, Кирилл Зотов, Ольга Меркулова, Сергей Валетов, Первый канал Президент сегодня встретился с главой Международного комитета Красного Креста Владимир Путин и Петер Маурер обсудили общие программы России, гуманитарной организации, сотрудничество с которой продолжается полтора века Последние годы совместной работы Маурер считает особенными Россия была одним из учредителей Красного Креста в 19 веке Мы все эти годы сотрудничали и продолжаем сотрудничество с этой представительной, я считаю, что исполняющей очень важную миссию в мире организации Насколько я себе представляю, у вас сложились очень деловые отношения с нашим министерством по чрезвычайным ситуациям И рад возможности встретиться с вами, обсудить нашу совместную текущую работу У нас с Россией сложились замечательные взаимоотношения, которые длятся уже более 150 лет Все это время Россия была для нас весьма ценным партнером, поэтому мы высоко ценим вашу поддержку Последние два года стали особенно важным временем для активизации нашего сотрудничества в операциях по всему миру и в частности в Европе После этой встречи глава Красного Креста заявил, организация призывает стороны конфликта на Украине создать особое гуманитарное пространство Это необходимо для доставки помощи жителям Донбасса